Приветствую вас. Хочу рассказать водительство Божьей работы, Божьей водительства и милости нашей жизни, счастья нашей жизни. Если эмоции чуть-чуть перенагонят, у меня, пожалуйста, извините. Такой момент. Мы с мужем познакомились в Москве. Я туда приехала с родителями. Я уже в Молдавии. Я с мужем из Молдавии. Я пока илась еще в Молдавии. Когда мы познакомились с мужем, мы не планируем, мы работали вместе, получилось так, что вместе всегда мы отменили, что домой после работы. И познакомившись, я рассказывала о том, что я верующая. Он не хотел о Боге ничего слышать тогда. Потом рассказывали больше и больше. Получается, что все-таки в конце концов он изъявил желание пойти в церковь. Пошел, потом начал ходить регулярнее. покаялся. Я была уверена, что он приблизился к Богу. И мы поженились. Потом, спустя несколько лет, он признается, что поженился только, чтобы... Поженился. Да, показывал, что поженился только. Но у Бога были свои планы. Он производил свои планы. Прошло пять лет, нашло брака и не мог иметь что-то. И пока мы проходили через это время, были две потери. Два руки до шага. Получается так, что в это время мы почти сильно ходили. Я так влечился Богу. И Бог настолько сильно начал притяжаться к Нему и дал веру. Веру в то, что Он может нас благословить, потому что мы ходили к врачам, ходили, лечились. Но Бог положил на сердце в посте и молитве вызывать к Нему. Просить об этом. И начали поститься два раза в неделю. с августа примерно два марта. Постились два раза в неделю и молились об этом постоянно. Мы свободно забеременели, мы нестились. Это наша первая дочь. Это было первое наше очень сильное извержение с ним. Мне очень жаль, что мы приняли через боль. Я не раз спрашивала себя, почему? Потому что что мы прошли через боль. Дома вот такие вот люди по-другому мы не понимаем. Вот. Получилось потом, это время, пока мы были беременны, и мы старшие дочери в дочери. дочери. Муж слава Богу. Мы выходили в Москве. Слава Богу, и естественно я без работы и без работы. Но мы думали ладно месяц проживем как-нибудь там. Платим квартиру. Для ребенка не было еще ничего купленного. До их по времени не были друзья. Моли друзья были такие, которые у нас свои проблемы не привыкшие были заботиться другим. Просто жили и общались. В то время, когда Бог благословил, показал свою заботу о нас и любовь через друзей. Он дал таких друзей, которые несли свою нашу боль как свою каждый день. И в течение этого месяца мы не знали нужные ничем. И в конце этого месяца Бог говорит, ой, потом. В конце этого месяца получается, что мы идем делаем исследование и мужу говорят, что если не делаешь другую операцию, ты будешь не болеть. ничем не знали откуда взять эти деньги. нас это были большие деньги. Но опять Бог работает на сердцах людей, церкви, там были в Москве, друзей, и они подходят и дают эти деньги. И мы можем оплатить рации, мы можем купить все для его и все нужное необходимое. И мы все размышляли почему так было в жизни. Но до этого момента у нас жизнь была такой интерес, что мы должны делать. Если мы не будем работать, если мы не будем делать, значит кто для нас и предел будет Бог показал, что Он заводит за нас. Независимо даже ничего не дает. Он только дает все и возможностей и все. Поэтому благодаря тому, что мы начали через это. Я осозная истина в нашей жизни, чтобы полностью помогать всем. Он все и заботится о любой части нашей жизни. Поэтому для нас это был большой рост и большое свидетельство при любви Божьей через наших друзей, через наше убийство. Я поняла, что это одно из самых лучших служений в нашей жизни. Бог нас потом со временем призывает к жизни служения семейному служению. Проходя через это служение, мы понимаем, что ту боль, которая выкинула, с мышцами, вылезти. Потом к нам приходили семьи, которые мы могли поддержать, которые мы могли утешить. И если мы пришли к нам люди, которые не прошли через это, они не смогли это делать так быстро. Поэтому слава Богу за его работу, в нашей жизни. И прошу Бог, чтобы вы всегда заботились друг о друге. И это большое свидетельство его любви. И человек растет и тогда кто-то другой просто заботится о него. Слава Богу! Слава Богу! Спасибо за свидетельство с вами.